всем привет друзья мои братики братва моя в общем решился нельзя для вас необычный ролик решил набрать одному из админов самых популярных серверов до на телефон и узнать как вообще жизнь какие планы как сервера такого еще никто принципе не делал на русском ю тубе поэтому перед тем как я наберу админа valhalla большая просьба поставить лайк поддержать своей подпиской меня это будет максимальной мотивации и напишите в комментариях какого админа набрать следующим фух поехали а сейчас будет жарко алё привет привет дим ты там ты дома а ты семья или сам пьяный уже наверно есть дим да слушай я знаешь для чего тебя вообще набрал я сижу дома мне так скучно нет ни компьютера ничего понял я думаю узнать вообще как как жизнь администратора все лет подумал почему бы нам обычным игрокам да вы же админы такие же как и мы люди просто не созваниваться с вами по телефону просто вот так вот обычно я думаю что надо созваниваться конечно давай 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 у меня налить сейчас этот чайок нормально будет вот это вот это хороший ой я тоже телефон сады так опа пошла пошла жара слушай но мне кажется после такого и сервера будут успешнее слушать дим но я думал пообщаться все таки в день хороший сегодня пообщаться узнать вообще как тебе вообще прошлый ваш сервер волхала среди среди ваших серверов это самый топовый был вообще за все года слушай если не секрет какой но онлайн был в пик там на старте либо когда был пик сервер какой был максимальный онлайн на серии на живой без окон без трейдеров без ботов без разного дерьма то есть именно разных людей 7700 тысяч за за день про тут еще надо бы статистику поднять конечно на диване уже там с девочка отдыхайте я набрал может быть даже это лишний был зонок но я думаю смотреть им как думаешь вообще есть сервера в 2020 году которые смогли собрать столько же онлайн или больше вообще бывшие партнеры собрали больше да не больше нет точно не больше у вас больше но собрали тоже до достаточно большое количество и не жалеешь что вы с ними этот не работаете больше да вот так вот за админов ладно не будем какого сервера слушай но у меня такая еще история смотри по поводу на прошлом когда мы с тобой общались еще был подкаст ты говорил то что следующий сервер когда вы будете открывать если все будет хорошо то будет два сервера помнишь был такой разговор и что ты сейчас по этому поводу думаешь я думаю для такого события надо очень хорошо готовится сейчас хочется сделать 2 сервера ну или тогда когда ты себе купишь ламбу да а у тебя уже есть датная но все будет зависеть от количества людей которые я думаю что обязательно сделаем не знаю в этот раз или нет возможно вот это открытие будет 2 сервера пускай сейчас люди как бы думают об этом рассказывают и если все сложится то сделаем 2 ну или тогда когда ты себе купишь ламбу да а у тебя уже есть датная интересно слушай но слушай расскажи тогда этот по поводу сервера буду еще волхалы там x3 или какой лоурейд будет чем вообще чем вообще то вы хотите скажем так на этом чудесном рынке линейджа удивить людей что там может быть новенькое что-то интересное что-то там такое которого ни у кого еще не было такого точно никого не было но самое главное мы пошли от исправления ошибок прошлого сервера к там типа ряд таких самых штук исправили которые надоедали всякие криты лаги баги ну вот урон и лучников типа сильные и так далее по таким моментам прошлись а из нового там подготовили вообще такие классные штуки что вообще капец ну например какие ну и самого такого радикального будет максимум 7 человек в пати соответственно если 7 человек в пати то будут изменены еще профи то есть мы на прошлом сервере объединили бдсвс на этом сервере будет объединено аж пять профессий то есть бдсвс пп варк вовер ух ни хрена себе но тут важно понять есть один нюанс то есть в зависимости от того какой мэйн выбран допустим выбрал человек пп и у него там есть и дэнсы и сонги и все остальные бафы но допустим вот он из этих пяти пяти выделяется своими там основными фишками это моноберн и рез то есть пп будет баф и также все пати там как варк ловер если рассматривать у него получается будут и бафы а также будут и дэнсы и сонги но не будет хилы и не будет реза то есть варка это более такие партийные бафы типа как он называется гритор фьюри по моему вылетающие такие триггеры да понял вообще бордов вообще бордов то есть которые агрят такого больше вообще не будет да нет почему будут если бы длину за полезная потому что агр очень полезный в целом на балансе поработали хорошо то есть на протяжении там не зная целых двух месяцев типа просто брали и смотрели слабые стороны на балансе очень хорошо поработали я думаю поэтому сегодня должны оценить а чё вы решили в party 7 человек сделать как мне кажется уже в 2021 ты как игрок я думаю стал сталкивался с проблемой найти людей на бордов и играть за бордов садились люди только из-за того чтобы поддержать компанию грубо говоря party вот своих знакомых и так далее то есть какой-то ну согласись что нет какого-то кайфа играть не нужно часть на самом деле интересно типа но не знаю как она получится или нет но как минимум то что вы куда-то двигаетесь всегда вперед сюда какие-то изменения нововведения это уже это уже реально круто что еще будет еще что такое интересно чтобы людям за сейчас начали своим друзьям папа диком уже рассказывать сарафаны что вот такая изюминка тоже еще бывает примерно теперь будет сейчас наверно все будут шоке их будет 9 если все правильно сейчас посчитал и будет 9 9 стадии типа да ну типа того да то есть вначале все будет примерно так же как и на прошлых серверах но потом максимальный левел будет 85 потом на самый последний на хай стадиях на вот этих на новых там будут изменены локации лоа гц как раз таки мы еще хотим вести новый эпик на одной из хай стадии это линдвиор вот я думаю что будет интересно сейчас людям об этом узнать я думаю что будет говорить тоже об этом то есть будет много стадий и повышен левел стадии максимальный введен линдвиор и еще там инста по моему и театр еще будет на хай стадиях короче вы рассчитали больше контента теперь под хай стадии тоже да ну плюс стадии начальные они тоже немножко скорректируются если сейчас что там у меня записано было это в телефоне все пометки делал что у нас там разрабатываются будет доступен кстати постоянно в городе теперь не будет трибунала не будут портить до сал игрокам то есть вообще не надо будет реагаться или или как не пойму понял на самом деле на самом деле прикольно насчет вот этих вот спотов переработанных значит линдвиор это типа босс выше хроник да тоже взят линдвиор это вообще где-то там я понял ты нас на серверах иного где-то там стопан вот этих новых типа да был такой лук линдвиор это всякая дрянь да там было на самом деле теперь нам придется не три месяца играть как мы всегда играли примерно где-то теперь три года будут не херово слушай интересно еще насчет локации мы же на начальных стадиях хотим изменить допустим на первой стадии будет изменен т.в. драганвале и будет яскеев гц изменен приста можно будет формить группой более эффективно потому что на прошлом сервере говорили одна из основных проблем было что было мало места и группам не хватало не хватало локаций на третьей стадии тоже будет изменен то и будет изменен вот то есть мало будет сильнее там дробь будет круче да и так жевать будет прикольно поработали там классном локации слушай это интригующий на самом деле что то есть что-то еще может быть расскажешь изменения системы рез по боссов по всему миру вот как раз таких обычных обычных боссов обычные боссы вот на всей карте они будут три раза в день допустим там два часа дня 8 часов вечера и допустим два часа ночи просто все боссы весаются абсолютно все и допустим или группы они могут выбирать как бы на каких боссов они будут концентрироваться и за них слушай и днем и ночью и вечером типа да а что а что с этих босса вообще какой-то дробь будет увеличен или какие они по силе будут эти боссы обычно хотели хотели сделать их чуть сильнее вот и у нас с боссов уже падали эти кто не камешки для для са вот хотели что-то в этом направлении как бы придумать изменять увеличивать их но если ты говоришь если ты лишь кланами туда ходить там должен друг туда быть сумму хороший если там будет по 10 пачек драться будут за них все чтобы было за что драться хоть конечно можно взять жирнее каких-то там можно сделать им дроп обязательно получше какой-то то есть но я не знаю примерно дропы там x1 у вас стоял на рыбе сделать дробь там x3 x5 чтобы с каждого босса какая-то шмотка падала то ли пушкой чтобы вообще дикая заруба за ним было за эти боссы еще вопрос кстати забыл на счет стадий на одной из самых последних стадий у нас же получается холба он будет возможность думаю стоит ли делать так или нет квест на добычу династии карас предметов ну то есть новый грейд нужно нужно ли его добавлять уже когда вы там знаешь проиграли там два-три месяца и потом опять фармить новый сет типа на самом деле в любом случае нужно что-то потому что когда ты играешь два-три месяца ты потом немножко теряешь интерес уже ну тут должен быть какой-то контент новые боссы новые сеты я думаю по-любому по-любому нужны конечно ну чтобы они были толково не так там чуть лучше дыка какие-то прям мощные такие сеты чтобы было сложно достать и они были хорошие это круто реально почему нет кстати мы еще изменили хотим изменить получение осколков и откат постоянно покупали 2 2 раз в эту к молоку у нас была идея сейчас просто не вспомню с телефона у нас была идея изменить способ добычи этого эпиком потому что весь трех месяцев просто люди форме ли это патика молоку каждый день нельзя будет пропускать час как бы опять на этом на новом сервере то же самое будет ну да это бестолково надоедает конечно жесть вообще а как вы хотели изменить может может вообще убрать это фейк вижу типа наглухо пусть борется за основную вижу написанным как раз вы хотели начать реализацию реализацию но я сейчас так не скажу честно какие-то были идеи у нас было на боссе когда толпа людей собиралась что-то такое насчет убрать точно не думали потому что фейк вижу она как бы не знает концепции удачных для слова игроков да хоть какое-то счастье просто игроки постоянно как бы там кстати для слова игроков еще если ты играл не играл на эссенсе там есть такая фишка как соло боссы то есть они действуются в определенное время там написано прям на карте когда не рестница и слова чувак может телепортироваться прям через карту и попытаться его убить такая вот фишка еще будет кто знает эссенса я на таком дерьме конечно не играл но слушай для слова игроков наверно будет хорошо полезно слушай давай я думаю много не будем сейчас все все фишки не будешь раскрывать чтобы людям было интересно скажем так зайти где-то почитать потом потестить ты этот лучше скажи когда когда нам ждать то открытие уже новое открытие у нас будет 26 февраля 26 это сколько осталось 2 даже меньше уже полтора месяца до интересно будет а что-то по поводу новых кланов каких-то не хотели привлекать и какие-то еще дополнительные кланы типа там ро рмт либо еще какие-то клан хотели конечно хотели конечно если все сложится я думаю что будет чем удивить тогда можно будет и 2 сервачка да на одном бигвар устроить и на другом а ты представь собрать на одном бигвар на втором до люди там поиграли два-три месяца именно начал уже там скучно быть между собой драться объединяйте сервера и массовый бигвар вот это вот это жара реально я думаю что мы такую фишку спланируем точно посмотрим в этот раз не в этот раз хотелось бы конечно сейчас кстати насчет всего описания я наверное где-то сейчас сначала следующей неделе вы уже анонс в котором будут перечислены изменения вот и можно будет прямо сайте у нас почитать сейчас пока не деда это информации нет ну типа в доступа получается эксклюзив ничего себе слушай не зря не зря получится набрал пока ты под выпишешь и видишь все фишки нам сливаешь слушай а у меня еще такой вопрос уже по поводу этих серверов ладно забудем что вы там открываете вообще гве сервер я не пойму это ты под накуркой или под выпивка что вы там решили что это вообще за приколы кстати открывается но 8 числа сегодня открывается вечером там короче постоянный фан то есть там прокачка персажа идет чисто на пвп то есть там не надо фармить мобов особо ну группами можно там за боссов драться и так далее ежедневно там мероприятие типа эпика фасад и так далее две фракции дерутся одна между собой может зайти посмотреть пострелять может быть понравится но такая вы как вообще по-серьезки или так по фану открываете серию есть команды которые разрабатывают уже больше года просто пришли ребята сказали нас там и нас никто не понимает никто не любит если хотите можем у вас лица помогите сказали давайте попробуем то есть этого совместно это не чисто скажем так важно продукт и решили такую да чепуху такое запустить попробовать мне просто мне кажется знаешь что на этих его и типа какой минус если целыми днями один фан не надоест это людям быстро за пару дней чисто для работяг зашел после работы рядом натянул стрелу суша для клана виситом а каким-то кланом пачка стартану есть там что еще чем заняться на сервере на таком на голове вашим происходит между борьбой двух фракций при создании выбираешь либо добро либо зло и по сути это как бы есть два клана которые на сервере воюют а какая-то олимпиада что-то в таком духе есть там геройство каждую там неделю до что-то в таком духе выдаются слушай но на волхале мне всегда нравилась олимпиада вот больше всего если там будет крутая олимпиада то как минимум ради олимпа можно зайти поиграть потому что тут это как бы более классик версии играл а у нас и сейчас посмотрим как вообще людям зайдет не зайдет такой мод на линейку если зайдет мы его как бы будем улучшать ремастере даже будете его тоже делать как бы больше ну короче типа нет смысла собирать клана это гв пачку лучше если идти то и на этом соло со зрителями до побегать на стримчике черный король до можно забыть за противоположно начать и чисто подраться зрители на зрители управлять как в чате выписываете ну я короче обещать не буду скажем так но со зрителями сейчас пообщаюсь в этом ролике если моя братва захочет дельфину черному скажем так по хвосту надавать то я думаю мы этим сегодня почему нет все давай дима скажем так не буду уже и так с 25 минут мы с тобой общаемся не буду задерживать с новым годом это хорошо то что ироки могут общаться с админом я твой номерок оставлю снизу под ютубом с ребята бери трубку почаще давай давай с нового нас новым счастьем пока фух ребят долбить его за воротничок что вы скажете еще по поводу говори этого сервера я думаю такое дерьмо будет но но пофаница степанчику надереть задницу может быть и можно на самом деле завтра выберем наверное короче отпишите в комментариях что вы думаете вообще по поводу этого звонка по поводу волхалы и по поводу гв е завтрашнего сегодня уже до почта ролик выйдет сегодняшнего пойдем надерем степана зрителям и степана задница там пару дней чисто пофанится по угорать пообщаться если готовы пишите то что вы за и мы вечером уже соберемся выберем какую-то фракцию противоположную тогда я слышал то что они идут вроде бы за воду мы пойдем скорее всего там за огонь ну что-то придумаем и немного с вами вечерами пофанимся по развлекаемся и пишите в комментариях какому следующему админу мне набрать на телефон теперь я с админами никаких переписок skype телеграммах только буду на мобильнике звонить все парни надеюсь вам понравился ролик на отдыхе стараюсь вас удивлять вчера был ролик детского дома сегодня вот такой надеюсь вы будете счастливы и довольны с вами был женя распотрошитель дельфинария всем пока увидимся